Я хотел бы с вами поговорить в целом о депрессии, о обидах вот этих глубоких, сердечных таких вот. Эта тема постепенно перейдёт в чувство, собственно, достоинства. Что это такое, то, что мы вчера говорили. Как побеждать вот эти вот проблемы. Также будем говорить о супружеской неверности, то есть почему это всё возникает, откуда это всё идёт, что с этим делать вообще. Будем такие темы разбирать сегодня. У нас более практические такие будут занятия. Прежде чем говорить о ней, я хотел бы вам объяснить, что есть определённая психическая структура у человека. У человека психика делится на три части. То есть есть разум, это такая функция, которая всё меняет в жизни человека, всё контролирует. То есть разум побеждает судьбу. Разум имеет цель. Вот цель в жизни, она находится в разуме. Разум имеет веру. Вера человека находится в разуме. Разум имеет энтузиазм, вот желание что-то делать там, увлечённость чем-то. Это в разуме находится. В разуме находится воля, сила воли человека, решимость, способность преодолевать препятствия, трудности. Храбрость находится в разуме. Сомнение также находится в разуме. Ну то есть если цель жизни не определена, человек сомневается во всём. Сомнение означает, он не знает, куда двигаться. Цель жизни означает направленность разума. Он направленный, он куда-то направленный. Главная функция разума — это наполнять весь организм счастьем. Энергия счастья, она идёт от цели жизни, от веры в человек, от любви в целом. Разум ищет любовь, разум ищет знания, разум ищет вечность. Это три как бы вещи, которые нам сильно нужны в жизни, потому что мы духовные души по своей природе, мы вечные души. А душа — это такая искорка сознания, которая находится в области сердца. То есть мы — душа. И у души есть энергия сознания, которая наполняет всё тело. Эта энергия сознания, она имеет три составляющие. Первая составляющая — это любовь. То есть душа не может жить без любви, она хочет любить. Вторая составляющая — это знания. Душа не может жить без знания. Ей надо знать, как правильно. И она не может жить без вечности. То есть она хочет стабильности, постоянства. Она не хочет умирать. Она хочет, чтобы всё было хорошо. Это стремление к вечности. Все эти три энергии поддерживаются разумом. То есть у разума есть три психических центра. Один находится в области головы, и этот психический центр заведует знанием. Мы говорим, у тебя разум-то есть, вот и по голове стучим, как будто человек. Ну, то есть это разум находится в голове. Понятно, да? Второй центр разума находится в области сердца. И он заведует любовью, энергией любви. Третий центр разума находится в области паха, и он заведует вечностью, стабильностью человека. Следует знать, что само рождение человека, оно имеет половую какую-то обособленность, направленность. Допустим, женщины, они рождаются для воплощения вот этого центра разума, который находится в области сердца. То есть они рождаются для любви. Всё у женщины в психике настроено для любви. Даже её тело само, оно нежное такое, чуткое, чувствительное. То есть женщина, она вся приспособлена для любви. Она украшает себя. То есть она создаёт себе такую, как бы, возможность, чтобы любви было больше в жизни. То есть она стремится к любви. Это её направленность главная в жизни. И если душа, как бы, хочет гармонии, нежности, счастья, любви, доброты, нежности, взаимоотношений, она рождается в женском теле. То есть это зависит от желания души. То есть если душа хочет всё это, она рождается женщиной в женском теле. Теперь, когда душа хочет побед, достижений, преодоления трудностей, хочет знания, хочет разобраться во всём, хочет стать сильной, влиятельной, властной, грамотной, разборчивой во всём, тогда душа рождается в мужском теле. Заметьте, что эти два типа желаний, они есть у всех людей. Все хотят любить, все хотят быть грамотными. Но именно возможности достижения чего-то, они зависят от пола. Вот, допустим, женщинам легче достигать любви, потому что они сотканы из этого. То есть, допустим, женщины легко любят друг друга, женщин, допустим, собачек, детей, мам, пап. То есть, ну как бы женщине легко любить, потому что так устроено её тело, её психика. А мужчине легко преодолевать трудности, заставлять себя, там, легко убиваться чего-то в жизни, легко быть смелым, легко быть уверенным в себе, решительным, потому что так устроена его психика. Если говорить конкретно, то у мужчины силён центр разума, который находится в области лба. А у женщины силён центр разума, который находится в области сердца. Но зато у женщины в области лба очень чувствительная зона. Разум, связанный с областью лба, у ней очень чувствительный. И если какое-то что-то она, допустим, получает, какое-то знание, которое ей приятно, она просто вот наполняется этим знанием, то есть она просто вся в этом живёт. То есть фактически, если говорить технически, то разум у женщины как воронка, которая направлена внутрь. А разум мужчины — это как воронка, которая направлена наружу. То есть мужчине очень трудно принимать какое-то знание, но зато легко отдавать. Женщине, наоборот, легко принимать знание, но трудно отдавать. Теперь о сердце. У сердца, у женщины энергия любви имеет экспрессивную природу, то есть у неё воронка, направленная наружу, то есть у неё она любовь отдаёт. А у мужчины здесь дырка, то есть сердце очень чувствительное, энергия любви входит туда очень глубоко, и то есть он принимает любовь. Он отдаёт знания, но принимает любовь. Ну то есть теперь смотрите, если как практически это применять в жизни. Допустим, мужчина начинает очень грубо своё знание, ну то есть навязывать женщине, говорит, я тебе сейчас расскажу, как правильно жить. А у неё здесь очень чувствительная зона. Она в результате напрягается, она думает, что он ко мне пристал, я не хочу это слушать всё. Он мне каждый день одно и то же это всё говорит, я уже устала от него, не могу. И она чувствует, что у неё какое-то напряжение от него, она ничего не понимает, что он от неё хочет. Даже голова начинает уже болеть. Так, женщина? Ну то есть ей не нравится, когда ей что-то навязывают вообще женщине. Ей нравится, когда по-доброму, мягко, ласково, как бы ей что-то объясняют. То есть мужчина, когда начинает демагогию проводить свою, он что-то давит психически на женщину. Женщина очень сильно напрягается, она не знает, как ей быть, и у неё вырывается эмоция, то есть у неё сильный центр разума, который связан с сердцем. И она начинает очень эмоционально себя вести, то есть она использует женскую силу. А у мужчины в этом месте, где находятся эмоции, у него там дырка. Ну то есть он очень чувствительен к эмоциям, мужчина. И женщина начинает эмоционально говорить, я тебе сейчас скажу, кто ты на самом деле. Ну то есть она кричит на него эмоционально, эмоционально давит. И он сердце очень чувствует себя плохо, то есть он чувствует, что он не может защититься от этих эмоций. И он начинает демагогию толкать на женщину. А женщина не может от этого защититься. И так начинается скандал, конфликт. Во время этого конфликта женщина не может защититься от мужчины, мужчина не может защититься от женщины. То есть каждый из них имеет очень большую силу влияния друг на друга, и каждый из них беззащитен друг по отношению к другу. Мужчина беззащитен по отношению к женщине. Женщина беззащитна по отношению к мужчине. Потому что их психическая структура взаимодополняющую природу имеет. Поэтому надо просто, имея знание, то есть то, что я вам сейчас сказал, надо его применить в жизни. Что это значит? Женщины, когда хотят что-то мужчине объяснить, должны это делать не эмоционально, очень спокойно. Если вы ему хотите сказать, я тебе сейчас расскажу, как бы делайте это в 10 раз менее эмоционально. И он тогда поймет. 10 раз менее эмоционально. Мужчина, если хочет женщине что-то объяснить, не надо делать слишком умный вид. Не надо, как бы, говорить слишком большие логические цепочки такие, как бы, там, я тебе сейчас объясню, давай издалека пойдем. И она такая, слушай, отстань от меня, я уже не могу это слушать. Ну, то есть, если мужчина что-то хочет объяснить женщине, надо прямо сказать вывод сразу. Что ты хочешь, то есть, вот так-то, так-то лучше. И сказать это по-доброму просто, она сердцем воспринимает. И она скажет, да, я чувствую, что так лучше. И будет согласна, допустим. Но если ты начинаешь давить своим знанием на женщину, то ничего не получится, у ней будет стресс от этого.